добрый день уважаемые слушатели начинаем с вами второе практическое занятие тема сегодняшнего занятия морфо функциональная организация эукариотической клетки строение функции основных зиокомпонентов ну и конечно же мы повторим с вами материал про прокариотические клетки и конечно же мы должны разобрать решение тестовых заданий на сегодняшнем занятии мы должны разобрать строение клетки взаимосвязь строение и функции частей и органоидов клетки основа ее целостности проукариоты и эукариоты сравнительная характеристика клеток растений животных бактерий грибов все клеточные организмы делятся на две группы проукариоты доядерные и эукариоты ядерные проукариоты примитивные организмы клетки которых не имеют четко оформленного ядра представители бактерий и цианобактерий синий зеленый возраст водоросли клетки представители царства бактерий дровянки имеют плотную клеточную стенку одну кольцевую молекулу днк или же по-другому нуклеоид и рибосомы все остальные органоиды у них отсутствует строение типичной клетки проукариоты снаружи клетка покрыта плотной оболочкой которая состоит из гликопротеида мурина она может иметь дополнительные слизистые слои и капсулы которые выполняют защитную функцию под оболочкой располагается плазматическая мембрана схожая с такой эукариотической клетки мембрана может образовывать впячивание внутрь цитоплазмы например у фотосинтезирующих цианобактерий имеются впячивания похожие на граны хлоропластов они могут располагаться в виде стопок цитоплазмы именно там происходит фотосинтез генетический аппарат представлен одиночной кольцевой молекулы днк муклеоидом в клетке имеются рибосомы но они мельче чем у корио многие прокариотические организмы подвижны и имеют один или несколько жгутиков которые напоминают аналогичные структуры эукариот но вместо белка тубулина в этих жгутиках находится белок флагелин на клеточной стенке у некоторых бактерий имеются тонкие выросты которые называются пили и у кориоты или истинный ядерный организм имеют имеют четко оформленное ядро и все основные органоиды к ним относятся давайте рассмотрим с вами эту таблицу к ним относятся представители грибы растения животным но также мы должны разобрать сами все царства живой природы это вирусы и бактерии все клетки снаружи окружены наружной клеточной мембраной который состоит из двойного слоя фосфолипидов глипидного слоя скрапленными молекулами белков свойства и функции повторим ограничивать живое содержимое клетки обладает избирательной проницаемостью защищает клетку регулирует поступление веществ и обмен с внешней средой механизм поступления веществ клетку диффузия ионы и простые молекулы осмос вода активный транспорт и затраты энергии а тф против градиента концентрации пассивный транспорт без затрат энергии эндоцитоз включающий в себя фагоцитоз это поглощение твердых частиц и пиноцитоз поглощение жидких веществ у клеток животных с внешней стороны белка или липидом присоединяются углеводы образуя слой под названием внимание гликокаликс он обеспечивает сцепление клеток и выполнять рецепторную функцию клетки растений и грибов снаружи имеет плотную оболочку клеточную стенку который придает клетки прочность защищает и выполняет роль скелета у растения оболочка состоит из целлюлозы у грибов из хитина в оболочке имеются поры через которые осуществляются контакты клеток друг с другом давайте с вами визуализируем продолжим и визуализируем рассказ о мембране каждая клетка отделена от окружающей среды наружной плазматической мембрана наружная мембрана состоит из двух слоев молекул жировых веществ глипидов и встроенных в них белков иногда белковые молекулы пронизывают липидный слой насквозь через мембранов осуществляется обмен между цветоплазмой клетки и внешней свитой транспорт ионов кальция калия натрия осуществляются через белковые каналы более крупные молекулы проводят в клетку специальные белки-переносчики но не все для некоторых вход закрыт полупроницаемость важнейшее свойство мембрана мембрана участвует в процессе фагоцитоза знакомая нам амеба выросты цитоплазмы ограниченные гибкой мембраной захватывают твердые частицы пищи образуется фагоцитозная вакуоль в которой эти частицы с помощью ферментов перевариваются также происходит процесс пиноцитоза между собой в тканях клетки тоже соединяются с помощью мембран кажется великий фантазер придумывал хитроумные способы межклеточных контактов они необходимы для обмена информацией между клетками поверхность клеток бывает гладкой полнистой с различными выростами ворсинками продолжим дальше наше с вами практическое занятие цитоплазма внутренние полужидкое содержимое клетки в котором располагаются все органоиды которые могут иметь собственные мембраны сейчас мы переходим с вами к разбору и к повторению про органоиды клетки органоиды бывают общего и специального назначения и начнем с вами разбирать с одномембранных органоидов одномембранные органоиды имеют только одну мембрану к ним относится плазматическая сеть ЭПС система канальцев трубочек цистерн которая пронизывает всю цитоплазму разделяя ее на отсеки и обеспечивается общение между отдельными частями клетки и транспорт веществ в каналах гладкая ЭПС синтезируется липиды и полисахариды а на мембранах гранулярные ЭПС располагаются рибосомы и синтезируются белки аппарат Гольджи система пузырьков и цистерн связанных с ЭПС он обеспечивает упаковку и вынос синтезируемых веществ из клетки а также формирование лизосом лизосомы округлые цельца содержат специальные ферменты которые обеспечивают расщепление или по-другому еще гидролиз поступающих в клетку полимеров до мономеров а также внутриклеточное переваривание что еще есть в клетках это в экуоле мембранные мешки различные величины и формы заполненные клеточным соком и питательными веществами крупные в экуоле характерны для клеток растений двумембранные органоиды к ним относятся метахондрии которые имеют продолговатую форму наружная мембрана гладкая а внутренние имеют складки кристы внутри органоид заполнен матриксом в котором находится кольцевая ДНК РНК и рибосомы метахондрии способны к самостоятельному росту синтезу белков и делению являются энергетическими станциями клетки в них происходит финальный этап окисления органических веществ кислородом кислородом воздухом то есть дыханием и синтез АТФ пластиды есть только в растительных клетках существует три вида пластид хлоропласты, лейкопласты и хромопласты хромопласты органоиды селеного цвета окруженные двумя мембранами внутри часть заполнена стромой в которой погружены мембранные структуры граны граны образованы мембранными мешочками тилокоидами в строме находится кольцевая ДНК РНК и рибосомы на мембранных располагаются фотосинтезирующий пигмент хлоросил в хлоропластах осуществляется фотосинтез они также способны к самостоятельному росту синтезу белков и также к делению хромопласты органоиды шарообразной формы содержат красные, оранжевые, желтые пигменты придают окраску цветам, плодам осенью листьям образуются из хлоропластов лейкопласты бесцветные пластины находятся в неокрашенных частях растения содержат запасные питательные вещества на цвету могут превращаться в хлоропласты немембранные органоиды это рибосомы мелкие тельца грибовидной формы состоят из большой и малой субъединиц которые образованы из белков и рибосомальных РНК на них осуществляется синтез белка далее конечно мы должны с вами сказать что есть еще микротрубочки палочкообразные структуры состоящие из из спирально расположенных молекул белка к ним относятся центриоли далее органоиды движения реснички, жгутики обеспечивают движение клетки одноклеточных организмов представляют собой выросты цитоплазмы окруженной клеточной мембраной внутри находятся микротрубочки перемещение которых и привозят к движению клетки ядро центр регуляции жизнедеятельности клетки обеспечивает передачу наследственной информации отдельно ацетоплазмы ацетоплазмы двойной мембраной ядерной мембраной по-другому в которой имеются поры внутри ядро заполнено кариоплазмой в которой находится молекула ДНК здесь происходит синтез ДНК, РНК а также формирование рибосом неотделяющиеся клетки молекулы ДНК существуют в виде тонких нитей хроматин во время деления молекулы ДНК спирализуются утолщаются образуют комплексы с белками и после превращаются в хорошо заметные структуры вы с ними уже знакомы хромосомы ядрышко темное округлое образование кариоплазмы место синтеза РНК формирование и скопление рибосом в ядре может быть одно или несколько ядрышек продолжаем наше практическое занятие переходим с вами теперь к практической части и поработаем с вами над ней какие рекомендации хочется вам дать для самоподготовки для успешного выполнения заданий по этой теме необходимо четко представлять строение каждого органоида клетки и его функции поэтому при проработке учебного материала предлагаю вам заполнить таблицу в которую нужно вписать сведения о каждом органоида пример приводится перед вами я прошу вас завести тетрадь для практических работ для практических заданий в которых вы будете выполнять данную работу итак перед вами таблица название органоида вам здесь представлены на данный момент гнитохондрия конечно же мы с вами изучили много органоидов поэтому прошу их всех внести в данную таблицу вы должны будете написать строение данного органоида и конечно же какие функции выполняет данный органоид название органоида представлены митохондрия строение двумембранный органоид внутренние мембраны образуют кристы содержимое матрикс который содержит рибосомы и кольцевую ДНК биологическая функция биологическое окисление веществ синтез АТФ дыхание является полуавтономной структурой и способна к делению заполнение таблицы будет способствовать лучшему запоминанию и систематизации материала облегчит его повторение перед экзаменом далее мы просмотрим с вами варианты которые могут быть на вашем будущем экзамене методические рекомендации по выполнению данных тестов вам уже было предложено и я вам все это уже рассказала сейчас конкретно по сегодняшней теме итак какие могут быть у вас тесты и в каком виде то есть первый вариант рассмотрите продолженную схему классификации мембранных органоидов клетки запишите в ответ пропущенный термин обозначенный на схеме знаком вопроса мембранные органоиды клетки одномембранные и двумембранные вам представлены два варианта прошу вас ответить на данный вопрос выберите два верных ответа из пяти и запишите в ответ цифры под которыми они указаны это второй вариант предложенный вам в данной тени в гладкой эндоплазматической сети синтезируются липиды образуется первая виноградная кислота происходит фотосинтез транспортируются углеводы или же осуществляется биосинтез белков прошу вас ответить на данный вопрос следующий вариант который может вам встретиться на экзамене все перечисленные ниже признаки кроме двух используют для описания изображенного на рисунке органоида эукариотической клетки определите два признака выпадающие из общего списка и запишите в ответ цифры под которыми они указаны внимание будьте всегда предельно внимательны в вопросе сказано выпадающие выпадающие прошу вас прочитать предложенные ответы и ответить на данный вопрос следующий следующий все приведенные ниже характеристики кроме двух используют для описания прокреатической клетки определите две характеристики выпадающие из общего списка и запишите в ответ цифры под которыми они указаны первое отсутствует мембранные органоиды второе имеют клеточную стенку из мурыны третье имеет оформленное ядро четвертый имеет нуклеотит и пятое отсутствует трибасон прошу вас ответить следующий вариант который может вам встречаться он выглядит именно так выберите три верных ответа верных ответа из шести и запишите в ответ цифры под которыми они указаны сходство митохондрий и хлорокласта состоит в том что они имеют собственные рибосомы накапливают глюкозу синтезируют АТФ осуществляют гидролиз биополимеров транспортируют белки или же имеют двойную мембрану прошу вас ответить шестой вопрос который может вам встречаться типов из вопросов выберите три верных ответа из шести запишите в ответ цифры под которыми они указаны вопрос следующий для органом до изображенного на рисунке характерны обратите внимание что здесь представлена не схема не рисунок а именно микропрепарат внимание и даются вам варианты ответов образование первичных лизосом упаковка органических веществ биосинтез белков участие фотосинтезе наличие одной мембраны гидролиз биополимеров прошу вас ответить седьмой вариант установите соответствие между характеристиками и типами клеток изображенными на рисунках вам представлены будет два рисунка представлены типы клеток которые вы должны будете указать и для себя точно представлять к какому именно типу клеток относятся данные и характеристики вам представлены содержит крупный вуголь с клеточным соком обладает способностью к фагоцитозу имеет гликокаликс имеет или целлюлозную оболочку участвует в фотосинтезе и вас могут попросить в таком варианте запишите в ответ выбранные цифры под соответствующими буквами прошу вас ответить на данный вопрос установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки это восьмой вопрос вам представлены органоиды и данные характеристики и вы должны указать какой органоид соответствует данной характеристике прошу вас ответить далее установите последовательность внимание последовательность расположение структур в эукариотической клетке растений от периферии к центру запишите в ответ соответствующую последовательность цифр и вам даются варианты плазматическая мембрана клеточная стенка ядро цитоплазма хромосомы и внимание вы должны поставить цифры от периферии к центру прошу вас ответить какой еще вариант может вам встречаться это проанализировать таблицу структуры эукариотической клетки заполните пустые ячейки таблицы используя термины представлены в списке для каждой ячейки обозначены буквы выберите соответствующий термин из предложенного списка список термин вам дан и запишите в ответ выбранные цифры под существующими буквами вам дан объект далее расположение в клетке и выполняемые функции данного органоя прошу вас ответить еще один из вариантов встречаемых на экзамене это какие элементы строения наружной клеточной мембраны обозначены на рисунке цифрами один два три и какие функции они выполняют и вам нужно будет дать ответы в писанном виде на данный вопрос следующий тест это найдите ошибки в приведенном тексте укажите номера предложений в которых они сделаны а после исправьте эти ошибки то здесь даны предложения в которых существует ошибка первый вопрос клетки растений имеют клеточную стенку состоящую из билипидного слоя органоиды клетки располагаются в цитоплазме которые заполняют пространство внутри клетки в клетках эукариот имеются мембранные и немембранные структуры в клетках высших растений отсутствует центриоль в клетках растений в качестве питательного вещества запасается целлюлоза синтез АТФ осуществляется только в митохондриях ядро отделено от стоплазмы двойной мембраны в которой имеются поры прошу вас ответить на данный вопрос сегодняшнее практическое занятие с вами провела Юлия Александровна Алешина старший преподаватель кафедры общей и молекулярной биологии Благодарю за внимание до встречи до встречи !" ПОДПИСМЕНТЫ ГОВОРИТ ВОДПИСМЕНТЫ ВОДПИСМЕНТЫ